Это все происходит, потому что человек обладает такой силой, заставляющей сиять других. Но мы с вами такой силой не обладаем. Поэтому веды рекомендуют, если ты не обладаешь такой силой, значит тогда живи на расстоянии. Потому что когда ты на расстоянии, ты можешь заниматься духовной практикой и жить в таком состоянии, в котором даст возможность твоему близкому человеку очиститься. Ведь идея в чем заключается в совместной жизни? Что ты сияешь изнутри и очищаешь близкого человека. Все. Хоть он благостный, хоть страстный, хоть невежественный, не имеет значения. Ты должен чем заниматься? Только очищать его рядом с собой, не желая ничего взамен. Вот теперь вопрос. А если наркоман? Вот это означает вот такая карма семейная. Вот если наркоман, значит такая карма, и она уже не может быть другой. Понимаете, люди на что-то надеются в этой жизни. Она не может быть другой. Есть свиньи с разными лицами, понимаете? Одна свинья наркоман, другая свинья пьяница, третья свинья развратник, и шило на мыло только придется менять. Допустим, наркоман, хорошо, другая свинья будет. Но по факту, вот человек достоин такой жизни. И что делать? Жить на расстоянии, заниматься духовной практикой. Карма семейная плохая сгорает, потому что ты сияешь, как лампочка. Когда человек начинает сиять, когда он создает себе нормальные условия для духовной жизни, своей жизни. Нормальные условия означают внутренние условия. Здесь в сердце прежде всего означает всех простить, никого не обвинять в своей судьбе и всех принять. Но смотрите, со страстными людьми можно жить рядом, но при этом не надо с ними строить глубокие отношения, то есть не надо с ними говорить об абсолютных вещах каких-то. Это невозможно, они не могут это принять. Только с благостными людьми можно говорить об истине в семье. Со страстными людьми мы живем рядом. И так как страстные люди не агрессивные по своей природе, они как бы, если ты его не трогаешь, он тебя тоже не будет трогать, страстный человек. По факту, если благостный человек страстного человека не трогает, это значит, что он дарит ему счастье. Потому что благостный человек всегда дарит счастье всем. Он же смиренно себя ведет. В результате страстный человек меняется, он начинает уважать благостного человека. И он принимает благость в свою жизнь. Смотрите, в этом случае что происходит? Близкие отношения бывают сверху вниз, на равных и бывают снизу вверх. Вот допустим, я невежественный, я страстный человек, допустим. Мой близкий человек благостный. Он ведет себя правильно, у меня в сердце появляется чувство благодарности к нему. И в результате снизу вверх. То есть он дает мне знания, а я получаю. Но это близкие отношения уже. Это не значит, что я к нему отношусь там, допустим. Ну, обычные отношения. Но в сердце своем, я думаю, Господи, мне достался удивительный человек, я его не достоин. Это придет само собой в сердце. Человек не ждет, не ждал такого ответа, он думает, удивительный человек со мной живет. Само собой придет в сердце. Это неожиданно, понимаете? И тогда в сердце придет знание от этого человека, перетекает знание сверху вниз, знание всегда спускается. Или вы, допустим, живете правильно, смиренно, тогда знание от вас перетечет к близкому человеку. Когда придет время. Когда судьба плохая перестанет на вас влиять, то есть вы просто молитесь, живете правильной жизнью, и постепенно внутреннее счастье. А другого счастья не бывает. Невозможно жить внешним счастьем. Только внутренним счастьем человек может жить. Все остальное приходит просто само собой. Он не ждет человек. Может прийти, а может нет. Я не знаю глубину своей кармы. Вот со мной рядом живет человек. Он несет мне страдания в жизни. Так положено на этой земле. Я как бы служу ему, ничем не притязаю. Приходит время, и он приносит мне счастье. Когда, я не знаю. Но счастье уже внутри есть. Почему? Потому что благостный человек испытывает счастье от отношений со святостью. Он живет внутренней жизнью, означает отношениями со святостью. Вот кто из вас начал лекции слушать, и не может оторваться. Слушает, слушает, слушает. Это внутренняя жизнь. Я точно так же живу. Теперь у меня... Да, я не свои лекции слушаю. У меня есть наставник, я его лекции слушаю. Разок я ехал в машине, вот здесь в Москве, на лекцию на свою ехал. Вез меня один молодой человек, и он включил лекцию. И я слышу, что это какой-то гнусавый голос, такой картавый. И мне противно стало. Я говорю, выключи. Потому что я привык слушать другие лекции, понимаешь? Теперь у меня вопрос к вам. А кто из вас, кроме того, что вы слушаете лекции, начали еще повторять молитву уже, или повторять «Я желаю всем счастья». Вот. Вот это и есть уже означает устойчивая позиция разума. Когда человек слушает, он напитывается энергией знания, а потом начинает сам из себя его выделять. Эту энергию знания, он из себя выделяет с помощью настроев по утрам. Он чирикает по утрам. Чирикает молитву. И в результате у него вот здесь, вот в сердце, вот здесь утверждается спокойствие сначала, потом ощущение истинного чувства собственного достоинства. Потому что, понимаете, только по-настоящему достойная жизнь у тех людей, которые понимают, куда надо идти в жизни. Они чувствуют собственное достоинство, означает, никого не трогают. Как понять, чувствую я собственное достоинство в сердце или нет? Это ощущение истины, веры, чувства собственного достоинства. Это одно и то же. Чувствую я его или нет внутри себя? Как понять? Если я мучаю всех вокруг, значит, не чувствую. Если я мало, меньше мучаю, значит, больше чувствую. Еще меньше мучаю близких, больше еще чувствую. Совсем не мучаю, значит, я утвердился в истине уже в сердце своем. Когда человек утверждается в истине, когда знает, что счастье идет отсюда туда, а не оттуда сюда, он понимает, как движется счастье, направление движения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!